МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руслан Бей, завтра день сельскохозяйственного труженика. Нашу беседу хотели бы начать с этого. Сегодня, знаем, в Симферопольском районе в Кольчуге прошли торжественные мероприятия, лучшие были награждены. Вы также приняли участие в этом мероприятии. Наши журналисты также посетили это торжество. Скажите, сегодня в районах, возьмем как пример Симферопольский район, как развита сельскохозяйственная отрасль? И вообще, насколько она на сегодняшний день развита? Да, действительно, сегодня администрация Симферопольского района проводила торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли. И так она у нас звучит. На сегодняшний день сельскохозяйство Симферопольского района заслужило достойное третье место среди районов Республики Крым по всем показателям развития сельского хозяйства. Так, нашими аграриями было получено 108 тысяч тонн по итогам уборки ранних зерновых. На сегодняшнем мероприятии мы отметили лучшие предприятия, отметили лучших работников наших сельхозпредприятий. Флагомым нашего предприятия является, к примеру, предприятие «Велескрым», которое было отмечено на сегодняшнем мероприятии за наивысшие намолотые зерна. Этим предприятием было убрано более 27 тысяч тонн зерновых со своих сельхозугодий. Такое предприятие, как ООО «Партизан», у нас стало лидером по наивысшему среднему средней урожайности, намолотив с гектара сельхозугодий 54 центнера с гектара. У нас есть еще чем похвастаться по другим показателям, это и по удою, и по производству яиц, по производству мяса. На сегодняшний день по всем направлениям Симферопскому району так повезло, я всегда это говорю, что географическое положение позволяет развивать практически все направления сельского хозяйства, как и многолетние сады-виноградники, так и животноводческой отрасли. Руслан Бей, я бы хотела сказать нашим телезрителям, что сегодня у нас в студии еще работает телефон, если по нашей теме есть какие-либо вопросы и вопросы к нашему гостю, вы можете нам позвонить по номеру 7978-095-4145, мы ждем ваши вопросы. Мы продолжаем нашу беседу. Руслан Бей, скажите, пожалуйста, по поддержке работников сельского хозяйства, какие сегодня работают госпрограммы? Ну, наверное, было правильно сказать по поддержке предприятий, которые работают в данной отрасли. И вот по примеру нашего района, в нашем районе около 300 субъектов предпринимательской деятельности заняты именно в направлении сельского хозяйства. Из них около 40 предприятий, это крупных, более 50 фермерских хозяйств, и по всем видам сельского хозяйства существуют определенные виды поддержки. Для крымчан, для наших производителей, они новые. Такой мощной поддержки они никогда ранее не видели. Ну вот хотелось бы конкретно остановиться по цифрам. Из 2,8 миллиардов рублей, выделенных на поддержку сельского хозяйства Республики Крым, около 700 миллионов мы планируем распределить среди сельхозпроизводителей Симферопского района. Существуют основные программы, их очень много, я обо всех не буду останавливаться. Есть базовые программы в растеневодстве, есть базовые программы в животноводстве. Существуют программы, направленные на развитие малых фермерских хозяйств. Вот по нескольку слов о каждом виде поддержки я скажу. В растеневодстве самые распространенные виды поддержки это поддержка, не связанная поддержка растеневодства, когда вне зависимости от того, что производит сельхозпроизводитель, на каждую посеянную площадь государство компенсирует или датирует средства в размере 1 тысячи рублей. Это, я хотел бы сказать, не малая поддержка, когда у нас сельхозпроизводители имеют в обороте 2 тысяч гектар и более, я имею в виду крупные, то это получается сумма солидная, 2 миллионов и выше на одно предприятие. Очень существенно за два года был обновлен машино-тракторный стан сельхозпроизводителей за счет такой поддержки, как приобретение в лизинг техники, более того, 50-100% первоначального взноса лизинговых платежей компенсируется государством безвозмездно, но не более 50% от стоимости техники. То есть, другими словами, приобретая технику за 1 миллион рублей, можно получить дотацию в размере до 500 миллионов в качестве компенсации. Если техника приобретается за свои средства, то есть живые средства, то компенсируется 35% от стоимости техники, если это растеневодство, если техника приобретается для животноводства, то до 50%. Самая существенная поддержка на сегодняшний день, это приоритет, оказывается на развитие таких... Руслан Бирнов, у нас как раз есть телефонный звонок, давайте послушаем, потом продолжим. Алло, слушаем вас. Алло. Да, да, слушаем. Селям, алика, миле, телеканала. У меня вот вопрос к Руслану Бею, вот вы сейчас говорите о сельском хозяйстве. Хотелось бы, как простой житель... Говорите. ...наболевших проблем, таких как дороги, таких как вода. Ну вот, в частности, хотела бы узнать про дороги. К сожалению, вот в поселке Кирпичное, вот что за Марьино, вот рядом с Пурцами, очень плохие дороги. Как вот бюджет, возможно, на 2017 год будет выделяться? Да и решение этих проблем до нас, и когда вот будет решение эти проблемы? Салонус. Руслан Бею, ну давайте тогда ответим на вопрос, потом продолжим нашу беседу. Я думаю, что, ну, отвечая на этот вопрос, я сразу открою другую тему. Я думаю, будет полезно и телезрителям, всем остальным, в том числе и телезрителю, который задал вопрос. Развитие сельского хозяйства, или программа развития сельского хозяйства, которую нам предоставляет федеральный центр, предусматривает поддержку не только сельхозпроизводителей, но и как раз те направления, это программы, направленные на поддержку развития сельских территорий. То есть то, что сейчас задал заявитель, это капитальная ремонт, это реконструкция строительства новых дорог, это реконструкция и строительство сетей водоснабжения, это реконструкция и строительство объектов, соцкульбыта, школ, фапов, детских садов. И именно в рамках этой программы можно реализовать также и улучшение жилищных условий тех людей, которые либо работают в сельской местности на сельхозтоварах, на предприятиях сельскохозяйственных, либо работают в социальной сфере. Школа, больница, детский сад, дома культуры и другие там аптеки. Хотелось бы вот на этом подробнее остановиться. Мы в рамках этой программы уже в прошлом году и в этом году, этой программы новой для нас, мы учимся, используют этот инструмент для улучшения качества благосостояния наших сельских жителей. Так вот, в рамках этой программы в этом году мы реализуем три крупных проекта, связанных с водоснабжением. Это Пожарский сельский совет реконструкции системы водоснабжения «Село Водное», это Гвардейское сельское поселение реконструкции водоснабжения двух массивов «Карла Марса» и «Красная Зорка». В рамках этой программы уже были в этом году установлены более шести детских площадных объектов спортивных и выделена поддержка на улучшение жилищных условий девяти гражданам. То есть могут обращаться все те лица, которые я сейчас назвал, признанные нуждающимся в улучшении жилищных условий, они могут получить гранты либо на приобретение жилого дома, либо, если имеют земельные участки, на строительство. То есть более подробную информацию всегда можно получить в администрации Синкровского района. А на следующий год какие села предусмотрены? И вот я хотел бы ответить, ну я не знаю, к сожалению, житель поселка Кирпичное не является, не относится к Синкровскому району, но могу сказать, что на 2017 год, в этом году мы заканчиваем, начали и до конца года закончим изготовление проектно-смертной документации, и на 2017 году будут реализованы мероприятия по капитальному ремонту вот этого участка дороги до села Перова, через село Кирпичное, Украинка и так дальше. Поэтому это в плане на 2016 год проектно-смертная документация, на 2017 год реализация, то есть это можно подтвердить и стопроцентно говорить. По 2017 году в рамках этой программы мы пока формируем заявки, то есть можно еще подавать заявки. На сегодняшний день уже около 10 сельских поселений подали предложение для строительства детских спортивных площадок, и еще мы принимаем заявки от наших жителей, их уже более 15 на улучшение жилищных условий по данному направлению. Также в рамках этой программы, то, что я вначале хотел рассказать, есть программа помощи малым фермерским хозяйствам. Руслан Беев, вот есть у нас еще один звоночек, прервемся. Алло, слушаем вас. Алло. Алло, селям, аликам селям. Мы обычно это Симферополь район, село Первомайский. Ага, бурнус. Алло, селям, аликам селям. Алло, селям, аликам 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 с Продолжение следует... 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 Также существенно идет помощь на развитие виноградовства и садоводства до не менее 80% от затрат на закладку виноградника, на закладку сада. Так вот уже в этом году было заложено в Кольчугино 110 гектар винограда, хотелось бы тоже отметить. И мы планируем на следующий год, инвестор наш Крым, нами подписано соглашение, что будет уже еще 200 гектар заложено. Было заложено в этом году нашим предприятиям около 150 гектар садов интенсивного выращивания. Эта работа продолжается. Для нас очень актуально и на сегодняшний день приоритетное развитие мелиорации в связи с дефицитом воды как для питьевой и для сельскохозяйственных нужд. Так по итогам прошлого года были построены два пруда-накопителя. Мы планируем расширить эту работу на следующий год и до 90% компенсируются затраты на реализацию проектов, связанных с капельным орошением. Руслан Бей, у нас программа подходит к концу, поэтому буквально в двух словах многие интересуются тем, а как получить гранты, что для этого необходимо сделать? Ну, первый шаг, я думаю, это определиться с видом деятельности, если это новая инициатива. И под каждый вид деятельности существуют различные виды поддержки. То есть, когда к нам обращаются граждане, бизнесмены, вот недавно были, мы хотим развивать птицеводство, мы сразу раскладываем. Да, вы можете получить грант на строительство либо реконструкцию существующего птицекомплекса, вы можете получить 50% компенсации на приобретение оборудования. Более того, когда вы уже заведете это поголовье, вы будете получать ежемесячно дотацию за сохранность этого поголовья. Если это уже существующее предприятие, существующий бизнес, тогда уже легче. То есть, надо взять то направление, в котором вы работаете, участвовать во всех программах. То есть, быть активным, занимать активную жизненную позицию. И самое главное, самое главное, мы сегодня это увидели, сегодня вернулось доверие наших людей, наших производителей к государству. Это было очень важно. То есть, мы два года на это работали, нам поверили, то есть, поверили государству в целом, власти, что эти программы действительно есть, эти живые. И из-за этого не следует никаких карательных, да, санкций или там, как наши люди привыкли, получая рубль помощи от государства, завтра приходят там 10 проверяющих, в том числе и налоговые, и начинают там взимать какие-то платежи, либо какие-то писать протоколы проверок. Нет, не так. То есть, вот через два года, в течение двух лет мы уже увидели, и сумма заявок на следующий год, то есть, если мы в прошлом году получили около 200 миллионов, в этом году рассчитываем на получение 700 миллионов, то на следующий год уже наши сельхозпроизводители заявили о реализации тех или иных мероприятий на сумму более 1 миллиарда рублей. Руслан Бей, что посетили нашу студию, ответили на все наши вопросы, сау у нас. Лида, сау у нас. Лида, сау у нас. Лида, сау у нас.